Всем привет, с вами Нафаня, и сегодня у нас будет самоделка на тематику сталкеров. На самоделке я изобразил станцию Янов, возле которой идут два сталкера в поисках артефактов. И, наверное, чтобы не разбегались раз глаза, я предлагаю смотреть самоделку частями, так мы все детально посмотрим и ничего не упустим. Детальный обзор я решил начать с наших сталкеров. Мы видим здесь двух сталкеров, видимо они работают в паре. У одного в руках у нас уже найденный артефакт, он нашел, наверное, с помощью этого датчика. Он у нас в бронежилете, у него есть синяя кепка, ну и сама форма у него синяя. Его напарник же у нас в бежевой такой вот форме, в руках у него автомат Калашникова, есть у него сзади рюкзак. Если можно рассмотреть, что у нас у синего сталкера на бронежилете, прикреплен тоже автомат Калашникова. Вокруг них все заросшее кустами, возле стены у нас ползет всеми нами любимый паук, там же у них есть колючая проволока. Возле входа в станцию у нас горит бочка с огнем, окно заколочено досками и все здание у нас поросшее кустами. Если немножечко отдалить кадр, то можно увидеть нашу железную дорогу. В железную дорогу я засыпал пинами серыми и темно-серыми, и это сделана такая вот имитация гальки на железной дороге. Я думаю, выглядит это очень хорошо и детализировано. Также у нас здесь вся железная дорога поросла кустами. И я думаю, пришло время у нас переместиться на эту сторону. Здесь у нас все по-прежнему наша железная дорога. Чуть ниже мы видим ползет змея. Здесь стоит красивое дерево, потом макушечку мы может быть посмотрим чуть ближе. Рядышком вырос мухомор. По тропинке у нас валяются различные палочки. Есть небольшие камешки. Вот там возле окна лежит монтировка. Также у нас здесь провешана вот такая вот цепь. И стоит разрушенная лавочка, на которой лежит газета. Также есть вот небольшая гиря. Не знаю, зачем она, но она здесь явно не лишняя. И возле гири, вот там за рельсой у нас упала косточка. Я предлагаю еще переместиться вот сюда на боковой ракурс. Там у нас тоже есть что-то интересненькое. Вот так вот очень сложно было сюда отобраться, потому что самоделка очень большая и не совсем вмещается у меня на стол. Здесь можно увидеть висящий фонарик. Там у нас виднеется окно. Возможно, там был когда-то чердак. Возле стены у нас стоит голубой велосипед. Видимо, его как поставили, так его никто не трогал. Здесь у нас тоже заколочено окно. Здесь стоит куст, возле которого выросли вот такие вот грибы. И бежит у нас одна бродячая собака. Такая вот обычная собака. Я решил, что лишней она здесь не будет. Да, конечно, собаки все ходят в сталкере толпами, но видимо это какая-то одна будная сюда забежала. Я предлагаю переместиться еще на центральный ракурс, чтобы рассмотреть все поближе и посмотреть же все-таки наших сталкеров. И вот я перевел наш ракурс на передний план, чтобы посмотреть наших сталкеров. Вот такие вот два сталкера. У них выражение лица, они ухмыляются. Оба они небритые. У одного даже есть синяк под глазом. В руках у нас, у одного сталкера мы увидим вот такой вот датчик, с помощью которого он ищет артефакты. Ой, почему-то камера у нас смутная. Вот, с помощью которого он ищет артефакты. Есть же у него сам же артефакт. Возможно, он нашел с помощью этого датчика его. Сзади у нас видно автомат Калашникова, который висит у него на бронежилете. И вторая мячикурка. У него также есть автомат Калашникова. Он уже у нас в серой форме, без бронежилета. Сзади у него есть рюкзак, в котором лежит шприц и вот такая вот консерва. Доставать я не буду, чтобы у меня не пало все это вниз. Уберем их в сторону. И можно еще раз посмотреть, например, передний ракурс нашего Янова все-таки. Мы не сказали про центральную часть. Вход у нас сделан с помощью таких вот решеток. Сверху висят у нас фонарики. Также лежит палка, кость, поросшая все кустами. И вытоптанная бежевая тропинка. И не буду томить, наверное, мы все-таки будем смотреть середину нашего Янова. В середине тоже я немножечко обустроил. Вот как выглядит у нас середина Янова. Естественно, тут практически ничего не понятно. Мы легкими движениями можем убрать крышу, чтобы у нас свет поступал в само здание. Я вот так вот аккуратно ее убираю. И у нас уже виднеется, что же происходит внутри. Сразу видно, на входе у нас вот такой вот сталкер. Давайте, наверное, все-таки сместимся в эту сторону. Так, общий ракурс вы посмотрели. Я думаю, смотреть частями будет намного интереснее. С этой стороны мы можем увидеть два столика, возле которых стоят два сталкера. Мы видим, что они, возможно, делают какой-то перекус. На столике у нас здесь стоит сковородка, банка, или банка с газировкой, или, возможно, банка с каким-то другим содержимым. И в ней у нас утопился комар. На том же столе у нас видно кружка и сосиска. Ну, сосисок, естественно, на сталкере не было. Была колбаса, но сосиска тоже хорошо будет имитировать нашу колбасу. Не будем зацикливаться на этом. Я думаю, можно посмотреть вот такого замечательного бандита. Он здесь стоит за барной стойкой. Вот такой вот злющий, не могу понять почему. Видимо, ему не положили сосиску на стол. Но факт в том, что он злющий, и у него вот кровит... Возможно, он даже упал перед тем, как подойти ко столу. И у него вот кровит коленка. Вот такой вот сталкер в плаще. То есть, извиняюсь, не сталкер, а бандит. И вдалеке у нас, не будем его вытаскивать, потому что не очень удобно, тоже стоит или бандит, или какой-то сталкер. То есть, на кого он больше похож, что так и можно рассуждать. Здесь же у нас стоит еще одна бочка с огнем. Там есть пара заборчиков. Вдалеке у нас стоит мусор, возможно, там... Как мы видим, ящик с мусором. Еще один ящик, в котором лежит гаечный ключ. И, наверное, по этой части у нас все. Я думаю, мы сразу передвинемся на вот эту вот часть. Тут мы видим довольно-таки больше предметов, которые стоят у нас в ящиках. Это какие-то инструменты. Возможно, сталкеры их посваживали туда и пользуются ими. Но это не факт. У нас здесь есть две вот такие вот прекрасные мышки. Они ползают по Янову и собирают крошки из-под стола. Вот такой вот сталкер у нас еще стоит. Сейчас я его возьму аккуратно в руки и покажу его вам. Вот такой вот сталкер у нас шел от центральных ворот. У него есть такой вот сзади рюкзак. Автомат Калашникова, видимо, он тоже обрезанный. Есть штаны, на которых есть кармашки. И вот такой вот у него красивый торсик и ухмылка на лице. Уберем его тоже в сторону. И посмотрим, что же здесь у нас есть еще. Здесь у нас есть газетка. Я немножечко вот так вот поверну. Здесь у нас виден как бы магазин. Сейчас я уберу вот эту вот стеночку и мы витальнее посмотрим, что же у нас за этой стеной. Но тут мы можем видеть ящик, на которых висит еще один рюкзак. Есть вот такая вот тележечка. Уберем ее в сторону. А в ящике давайте посмотрим, что же у нас там лежит. Вот такой вот у нас ящик. И в нем лежат две винтовки, которые продает у нас торговец. Мы уберем это тоже в сторону. И можно еще, наверное, повернуть вот так и увидеть самого торговца. Там уже еще один ящик. И рядышком стоит канистра. Но как я и сказал, сейчас мы уберем вот эту вот стенку. Вот я изменил ракурс. Убрал здесь стеночку, которая мешала нам посмотреть, что же у нас здесь внутри. Там же можно увидеть красный ящик. Здесь еще есть наш заборчик. И как я уже говорил, здесь у нас стоит еще один сталкер. С той стороны у нас стоит торговец. Это я сделал такой вот небольшой прилавок. В принципе, или касса. Как и была по игре сталкер. Я думаю, мы уберем эту фигурку. Посмотрим, что же у него в руке. А у него в руке артефакт. Как мы можем заметить, у него в руке артефакт. Он, видимо, его продает. Немножечко нам светит лампа. Вот так вот уберем ее. У него в руке артефакт. Он тоже в синей форме. У него есть пистолет в кабуре. Бронежилет. Неудобно немножечко его показывать. И у него такая вот черная шапочка. Берем его в сторону. И вот там же наш торговец, который уже на стол положил купюру, чтобы купить у него этот артефакт. Давайте посмотрим самого торговца. Вот такой вот у нас торговец. Обычная фигурка торговца в бежевой форме. Не могу сфокусировать камеру. Лампа немножечко нам мешает. Но я думаю, его и так хорошо видно. Вот такой вот он бежий. У него нет ни оружия, ни принтов на ногах. То есть обычный торговец, который торгует оружием и артефактами. Вот я все вернул на место. Думаю, я детально показал вам, что находится внутри. Но если что-то я упустил или вы что-то не успели рассмотреть, я в конце, как всегда, сделаю подробные фотографии. Думаю, в середине больше показывать-то и нечего. Там есть у нас, например, небольшой рисунок на полу. Он уже выбитый, раскрошенный. То есть была, возможно, когда-то плитка. Внутри же мы видим несколько колонн, поддерживающие наш потолок. Стенку я вернул обратно. Торговца показал. Сталкера новичка показал. Бар показал. Ну как, не сказать, что это бар, но сталкеры там, где они могут... Место там, где они могут перекусить. Там же у нас виднеется еще висит цепь. Все здание у нас, как и привычно, нам всем оно немножечко подразрушено. Везде там посыпалась побелка и так далее. С этой стороны, думаю, тоже все я успел вам показать. Ну что ж, вернемся на основной ракурс и будем подытоживать нашу самоделку. Ну вот, обзор этой самоделки подходит к концу. Я думаю, самоделка вам очень сильно понравилась. Я на это надеюсь, потому что я очень старался над ней. Я сделал ее очень большую, очень детализированную и, по моему мнению, очень сильно похожую. Она заслуживает большого пальца вверх. Вы обязательно пишите свои комментарии, какую локацию еще хотите видеть из вселенной Сталкера. Как я уже и говорил, в конце будут подробные фотографии. Что еще хотел сказать, то что эта самоделка участвует в конкурсе на канале Баррикван. Я это специально сказал в конце видео, так как не все досматривают концовку. И не всем это будет интересно, а только моим самым предрым фанатам. В общем, я думаю, мы победим в этом конкурсе. Сегодня самоделка у нас большая. Думаю, всех конкурентов мы съедим, можно так сказать. Ну, что еще хотелось подытожить, то что у нас на канале уже 9240 подписчиков, если не ошибаюсь, скоро у нас будет 10 тысяч. И, наверное, на 10 тысяч я тоже устрою какой-нибудь конкурс самодельщиков или просто конкурс за репост, что-нибудь подобное. То есть на 10 тысяч обязательно будет конкурс. Что еще? Наверное, все. Видео затянулось. Я буду с вами прощаться. Еще раз прошу вас всех поддержать меня в комментариях или на канале Барриквана, чтобы я победил в этом конкурсе. Ну что ж, всем спасибо и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!